вы все знаете сложную обстановку на фронтах вот вы видите сейчас идет кампания что у нас священная война ну вот собственно говоря и получается что у нас таскать интересная священная война которые за деньги которые заманивают за деньги народной войной но как понимаете не стала хотя как в первую мировую тоже говорит вторая отечественная вот но народ ее таким таковой не воспринял вот сейчас наблюдается что-то подобное понимаете так сказать если все сводится к наемничеству к деньгам это простите уже не народная не священная война не удалось ее превратить вот многие говорят о том что-то там голимый договорняк я предлагаю новый термин переговорняк вот то есть одна сторона пытается все время таскай делая сигналы там с интервью к далека карлinson например давайте договариваться и договориваться а другая ну давайте договариваться но все время ломает вот эту первую сторону если у тебя есть субъектность связь собственное мышление независимое я сюда есть фантазия и воображение тебя есть возможность действовать Вот посмотрите, фактически сейчас наш противник приобрёл, приобретает некоторую инициативу. У него появились, считайте, ВВС, авиация дальнего действия. То есть авиация, способная по меркам Второй мировой войны наносить удары уже по стратегическим целям. Ну, посмотрите, дальность нашего основного бомбардировщика дальней авиации, это Ил-4 или ДБ-3Ф изначально, но это 3-200 километров её дальность действия. Ой, простите, дальность полёта уменьшайте как минимум вдвое, поскольку бомбардировщику нужно долететь, всё-таки разгрузиться над целью ещё домой вернуться. Ну, где-то там 1300-1400 километров. Дрону надо лететь, так сказать, всего лишь в один конец, это такая, это, собственно говоря, не бомбардировщик, это группа бомб с крыльями. Тут бомбардировщик несёт, так сказать, нет, 4 бомбы, например, там тоже крупный, там, 4-тонных, как там Ил-4. Вот, а здесь, собственно говоря, нужно, группа бомб летит на место, к цели. Вот, у них уже есть дроны с дальности, там, свыше тысячи километров, там, лютые, бобёры и прочее, прочее. Есть Сокол-300, в общем-то, потенциально это и 3000 километров, человек, кстати, вернуться может. Вот, есть дроны, которые делает наш перебивщик, глава Даурия, бывший Аэроспейс в Швейцарии, тоже его дальность такого дрона 3000 километров. То есть, на самом деле, цели они достигать могут уже скоро из-за Урала. И, обратите внимание, началось, так сказать, массированное использование дронов. Вот, в одну ночь до 150 штук они, так сказать, полторы сотни штук в ход бросают. Тогда как-то, ну, там, в шахедов уходит ночь, ну, 50, 45, 50, там, 60. Здесь уже появился массовый характер. Мы все памятуем, что было с московским нефтеперерабатывающим заводом в Капотне. То есть, там обломки как-то летели, мы видели эти обломки на видео, то есть, целый сохранный дрон, двухбалочный дрон. Вот, он спокойно достиг московского нефтеперерабатывающего завода. Его безуспешно пыталась охрана, так сказать, из автоматов сбить. То есть, ничего из этого, конечно же, не вышло. Вот, дрон поразил московский нефтеперабатывающий завод. Сами понимаете, какой-то, как говорится, удар по физиономии, это удар по престижу. Вот, и вы можете догадаться, что если бы украинская сторона не стала 150 дронов так размазывать на большую территорию, а сосредоточила хотя бы сотню на Капотне, вот, она могла бы вывести этот завод из строя, устроить большой пожар. А это Москва, и вообще, при этом, ещё и в Москве. Мы видим, что, на самом деле, завод Капотне оказался прикрыт меньше, чем аналогичные объекты во время немецких налётов в 1941 году. Ну, помните, когда четверённые максимы стояли, ну, против целей такого класса, несклетящих. Вот. Когда объекты в столице, при Сталине, прикрывались и пулемётными этими четверёнными максимами, и 37-мм автоматическими пушками-скорострелками. В данном случае ничего этого нет. Нет шилок, например, не прикрывает такой объект шилки. А шилка-то старая, помните, установка ещё сухопутных войск на гусеничном шасси, это 4,23-мм пушки, которые там такой ливень делает. Вот. Нет даже стунгусок более новых, там, две пушки. Даже пушечный панцирь, а не только ракетный пушечный, тоже не стоит. То есть, посмотрите, степень защиты, так сказать, никакой степени защиты важнейшего объекта в столице. Посмотрите на то, что, вот, например, сколько раз мы говорили, что нужно иметь такую же истребительную авиацию. Ну, например, наш враг, он давно использует для прикрытия важных объектов вертолёты Ми-8 с пулемётами, чтобы сбивать дроны. Но вертолёт дорогая вещь, большой расход горячего. Они ещё взяли спортивные самолёты Як-52, вот, тоже оснастили их пулемётами, и, соответственно, они вот с воздуха ещё и, так сказать, вот такой импровизированной истребительной авиации ПВО прикрывают свои объекты. В данном случае этого нет. Почему всего этого нет? Ну, потому что нет субъектности. Вот, вроде как, там же переговорняк, вроде как говорят, так принципиально договаривались не бить друг друга по энергетическим объектам, по НПЗ, поназеялись и не стали закрывать свои вот объекты. А вы сами понимаете, что превратить капотное море огня – это очень серьёзный удар по, так сказать, морально-психологическим и политическим. И только то, что с той стороны, видимо, тоже такой вот есть элемент переговорняка, то есть мы вас предупреждаем, а мы можем ударить сильнее, а не бьём сразу, так сказать, наотмашь, разя, наверное, нас спасло. Но вы сами понимаете, что такое положение нас никаким образом устраивать не может. Так ребята не воюют на победу. Если ты задеешься на переговорняк – да, а на победу нет, никоим образом. Ну, вот есть три вызова. Понятно, что вот в Курской области сейчас уклинение в ИСУ. Есть проблема ожесточённых боёв на, так сказать, Покровском направлении, также в Еженее, вот там вперёд-вперёд марш, но там каждый шаг даётся со страшными потерями. И есть действия по тылам Российской Федерации с помощью дронов, вот этой, как говорится, импровизированной дальней авиации, да, стратегической. Переговоры фиксируют неуспех специальной военной операции, так называемой. Хотя это уже смешной термин, но он пока ещё используется. Это значит, что, заморозка боевого действия, означает, что мы оказываемся в подвешенном положении и фиксируем то, что ни одна из целей вот этой ИСУ не достигнута. То есть никакой деноцификации, вот, никакой, соответственно, демилитаризации. Враждебный нам режим и система управления на, так сказать, 80% бывшего СССР сохранились. Наше руководство, в общем, тоже осознало, что СВО удачным не получилось. И помните, что буквально через месяц после начала оно уже начало искать пути к тому, чтобы сохранить лицо, ну, подписать некий договор, почему все это истамбульская история, вот этот переговорняк начался. И причём, посмотрите, сейчас тоже ситуация, надо как-то достойно выйти из всего этого, выдраться из этой кровавой позиционной трясины, которая очень опасна для самой Российской Федерации. Вот, а вашингтонские уважаемые партнёры, они, соответственно, очень здорово так это принуждают. Потому что если вы не пойдёте на переговоры, они, как они начали, часто говорят, вам придётся, так сказать, переходить, опять объявлять мобилизацию, хотя бы частично. Ну, полмиллиона точно надо будет призывать. А это внутриполитический кризис очень серьёзный, очень нежелательно, чего очень не хочется нашему руководству. Ну, а иначе получится, чем дольше вы воюете, тем больше изнашиваются, стачиваются войска, это уже факт, тем меньше его, так сказать, получается выходить из положения, призывая контрактников, то есть рассчитывая на проток контрактников, тем больше вероятность ещё одного удара в ИСУ, где-то на неожиданном направлении. Надо пополнять силы, надо, в общем, как-то обеспечивать ротацию, демобилизацию уже частично. Поэтому, если вы не согласитесь, как нам намекает вашингтон, то придётся вам собственными руками устраивать вот такой вот системный уже мобилизационный кризис. Попри все, мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишіться на канал, ставьте вподобайку, пишіть свой коментар та поширюйте цю информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...